Апрель 1995 года. Грузовик, начиненный 7 тысячами фунтов взрывчатки, разрывает на части федеральное здание в Оклахоме. Тысячи пострадавших, сотни умерших. Это был самый масштабный случай внутреннего терроризма в Америке. Кто пошел на этот теракт и зачем он это сделал? Привет, интернет! Я рада приветствовать вас на своем канале, на канале Маруси Черничкина, на котором я рассказываю вам детективные истории. Сейчас вы смотрите третье заключительное видео из моего мини-марафона на январских праздниках. Если вы вдруг пропустили предыдущие два видео, то обязательно посмотрите вот это видео про пензенских затворников и вот это видео про секту ветвь Давидова. Все эти истории связаны между собой, поэтому очень рекомендую вам для полного погружения посмотреть сначала эти два выпуска. Как вы помните, гибель 82-х давидианцев стала потрясением для Америки. Ровно два года спустя после этого поджога случилось еще одно потрясение – взрыв девятиэтажного федерального здания имени Альфреда Марра в Окалхома-Сити. И этот взрыв был связан с именем Тимоти Маквея. Кто это такой и как он связан с сектой Дэвида Кореша, мы с вами сегодня и узнаем. Ну а пока вы, детективы, завариваете чай, я рекомендую вам подписаться на мои соцсети, на Инстаграм, если вы хотите узнать меня получше, и на мой ТикТок, потому что там, в таком коротком формате, очень часто выходят те истории, которые вы у меня просите, но по какой-то причине они не могут выйти у меня здесь. А еще, кстати, в декабре у меня вышел ролик на моем втором канале, и я про него очень редко говорю, но, если что, вот ссылка, можете посмотреть, там видео вышло про брекеты, которые я очень давно обещала. Ну что, теперь новая заставка, и поехали! Тимоти Маквея родился 23 апреля 1968 года в штате Нью-Йорк в городе Локпорт. Он был единственным сыном супружеской четы Уильяма и Милдред Маквея. Родители развелись, когда мальчику было 10 лет, и Тимоти вырос с отцом в Педалтоне, штат Орегон. Согласно источникам, у Тима было обычное детство, он рос нормальным подростком, он был способным учеником, хорошо учился. В выпускном классе Маквея даже назвали самым многообещающим программистом центральной старшей школы Старпоинт. По мере взросления, несмотря на свою закрытость, Маквей производил впечатление довольно доброго, безобидного парня, у которого впереди карьера, семья и счастливая жизнь. У Тимоти была настолько безупречная репутация, что ему супружеские пары, которые по какой-то причине должны были уйти из дома и оставить своих детей дома одних, очень часто обращались к Тимоти как к няне, чтобы он посидел с их детьми. С отцом у мальчика складывались такие непростые отношения, достаточно холодные, но вот с дедушкой у них были просто замечательные отношения, и именно дедушка был тем самым первым человеком, который познакомил Маквея с огнестрельным оружием. И оружие произвело на Тимоти неизгладимое впечатление. Маквей, будучи подростком, неоднократно говорил, что хочет стать владельцем оружейного магазина, несколько раз даже приносил оружие в школу. Уже в подростковом возрасте он выступал яро против закона о контроле за оружием. Также он читал журналы об оружии, такие как «Солдат удачи», который был в тот момент очень популярен. И как такое, наверное, закономерное продолжение своего подросткового увлечения, в 20 лет Маквей отправился в армию США. Пошел он туда добровольно, потому что в Соединенных Штатах Америки с 1973 года призыв был упоразнен, и все вооруженные силы с тех пор формируются на контрактной основе. Все свое свободное время в армии Маквей посвящал чтению об оружии, изучению тактик снайперов. Он считался одним из лучших стрелков, что позволило ему получить звание сержанта. Замкнутый по своей природе, но при этом очень доброжелательный, воспитанный, Маквей очень много проводил времени за чтением книг. Особенно его впечатлила книга Уильяма Пирса «Дневник Тернера». Если вы никогда про эту книгу не слышали, то это, знаете, такой нацистский опус про то, что власть в Америке захвачена евреями и афроамериканцами, и что все эти нации следует подвергнуть справедливому, как там написано, геноциду. Именно эта книга сформировала позицию Маквея по поводу мрачного будущего Америки. Помимо нацистских мыслей, там также было высказано предсказание, что власть в Америке будет захвачена средствами массовой информации, финансовыми учреждениями и непомерными налогами. Пока сознание юного Тимоти было захвачено вот такими мыслями, он, тем не менее, успел добиться некоторых успехов на службе. Ему, например, присудили такую награду, как «Бронзовая звезда за отвагу» за войну в Персидском заливе. Это была война в 1991 году за освобождение Кувейта. И про эту войну, про ее начало я вам уже рассказывала в ролике про теории заговора, которые стали правдой. Если что, вот подсказка и сюжет, про который я сейчас говорю, называется «Показания на Иры». Заветной мечтой Маквея было попасть в элитную часть так называемой «зеленые береты». Это силы спецназначения армии США. И для того, чтобы исполнить эту мечту, он даже раньше других вернулся на базу из Кувейта, чтобы не опоздать конкурсным зачетам. Он блестяще сдал военные дисциплины, физическую подготовку, но провалил психологический тест. И это было неудивительно, потому что он только что буквально вернулся с войны, где он видел, как на его глазах у его друзей просто головы отрывают. Конечно, такой человек не может похвастаться блестящим ментальным здоровьем. Проваленные экзамены очень его подкосили. Сразу же после этой неудачи Тимоти Маквей уволился из армии и, по свидетельствам очевидцев, впал в глубочайшую депрессию. 31 декабря 1991 года он был освобожден от воинских обязательств, а в мае 1992 года был окончательно уволен в запас. Тогда Маквей отправился в город Буффало, который находится на границе с Канадой. Там Тимоти работал в агентстве по найму полицейских. Он стал разъезжать по округе, навещать старых армейских друзей, одним из которых был Терри Николс, который сыграет в этой истории не последнюю роль. Тяжелым ударом для Маквея стало также известие о том, что за время службы в армии ему заплатили всего около тысячи долларов. Такой небольшой заработок за годы отданной службе в армии его очень возмутили, и он открыто выражал презрение к правительству США. Он даже писал открытые письма. В городе Буффало его радикальные взгляды мало кто поддерживал, и поэтому в 1993 году он покинул город и стал скитаться по стране. Больше всего Тимоти тяготила несправедливость государства по отношению к нему как солдату, как человеку, который стоял на страже закона, но не мог пользоваться должными привилегиями. Его тяготила работа в местном агентстве по найму полицейских. Он не понимал, что он хочет делать дальше. Ему было скучно. После того, как он провалил экзамены, он потерял все свои жизненные ориентиры. А затем, 31 августа 1992 года, произошло трагическое событие, которое вошло в историю США, как осада Руби Ридж. Руби Ридж – это местность, расположенная в северном Айдахо, в которой на тот момент проживала семья Уиверов. Рэнди и Вики Уир, их четверо детей, Сэмми, Сара, Эли Шеба, младшая из них, и Рэйчел. Рэнди Уивер, отец семейства, был связан с сектантской организацией «Арийские нации». Он ходил на собрания, они с женой Вики верили в конец света, грядущий апокалипсис. Думаю, что те, кто смотрели мое предыдущее видео из мини-марафона, уже слышат некоторые знакомые слова. За этой сектой давно наблюдало бюро по контролю оружия, и один из его агентов вошел в доверие к сектантам и наблюдал за происходящим. Выяснилось, что Рэнди занимался незаконной торговлей огнестрельной техникой и также утверждал, что незаконно хранил большую часть в своем доме. В ходе разбирательств полиция получила ордер на арест Рэнди. Однако, когда Рэнди была вручена повестка в суд, на ней стояла неправильная дата заседания. Соответственно, на настоящее заседание суда Рэнди не явился. И несмотря на то, что власти заметили и признали свою ошибку, они, тем не менее, решили явиться к поместью Рэнди и арестовать его там. Что точно произошло в Руби Ридж, не ясно, потому что показания расходятся. Но, насколько я поняла, когда полицейские приближались к ранчо, начали лаять собаки. 14-летний мальчик Сэмми выбежал с пистолетом, чтобы, если что, отпугнуть большое животное. Остается неясным, кто открыл первым огонь, но началась перестрелка, и в ходе которой умер 14-летний мальчик. Власти свою вину в итоге не признали, но выплатили достаточно большую денежную компенсацию. И это стало первым событием, которое окончательно убедило Маквея в беззаконии властей не только по отношению к солдатам, но и по отношению к обычным гражданам. И чуть меньше, чем через год, 19 апреля 1993 года, в Уэйку, штат Техас, на ранчо Дэвида Кореша, погибают в огне более 80 членов секты Ветвь Давидова, среди которых было 20 детей. Предъявленное сектантом обвинение в незаконном приобретении и хранении оружия основывалось на доносах, не были доказаны. Пресса уверяла, что 80 с лишним человек сожгли себя заживо сами, дабы не сдаваться в руки правосудия. Однако факт использования федеральными властями при штурме Маунт Кармел танков пожароопасного газа, слезоточивого газа и даже гранат говорит об обратном. В тот же день, в день пожара, саму ферму в Уэйку просто сравнивают теми же самыми танками с землей, не оставив никаких возможностей для того, чтобы исследовать улики и доказательства. Более подробно я эту историю уже освещала в предыдущем видео, ну а сейчас мы вернемся к Тимоти. Когда во время своего странствия Тимоти услышал об осаде Маунт Кармел, он решил поехать на ранчо сам. Он решил своими глазами увидеть полицейский беспредел и он даже засутился в одной из газет, которые выходили в то время, потому что давал интервью с журналистом. Я только сегодня приехал. Тимоти приехал в Уэйку не один. Еще одна цель приезда в Уэйку была в том, что Тимоти торговал стикерами на бамперы, на которых были различные противоправительственные лозунги. По признанию самого Маквея, то, что он там увидел, стало той самой отправной точкой, после которой он встал на путь освободительной борьбы против американского правительства. Больше всего меня поразило то, что они применили слезоточивый газ. Я знаю, что он делает с людьми, со взрослыми, особенно с дыхательными путями. А они пустили газ в здание с детьми. Эмоции, которые я испытал, это лишило меня дара речи. Первоначально Тимоти Маквей планировал отомстить Джанна Трино. Она в тот момент была министром юстиции в США, и именно она разрешила осаду Маунт Кармел и затем военные действия там. И Маквей считал ее ответственной за бойню в Маунт Кармел. Он посылал предупреждения в газеты, но на них никто не обращал внимания. Но, видимо, одна жизнь показалась Маквейю слишком маленькой ценой, и он решил действовать иначе. А именно он решил ответить насилием на насилие. Он начал планировать теракт. Маквей провел 9 месяцев подготовки к взрывам. Он тщательно планировал нападения. Он собирал взрыватели, такие как нитроглицерин, мазут, амячная селитра для своей самодельной бомбы. В поисках помощи Тимоти отправился к своему другу Терри Николсу. Вы помните, я говорила, что он сыграет в этой истории не последнюю роль. И именно он помог Маквейю в создании взрывного устройства. Николс придерживался очень схожих взглядов относительно американского правительства. У него были свои претензии. И вполне возможно, что он увидел в идее теракта возможность высказать свои мысли и быть услышанным. Скорее всего, вдохновение на совершение теракта Тимоти взял как раз из все тех же дневников Тернера. В книге был описан случай, как молодой белый активист подъезжает на грузовике, начиненном взрывчаткой, к главному штабу ФБР. Тимоти же для своей цели выбрал комплекс федерального правительства США. Здание Альфреда Марры в Оклахомо-Сити на центральной улице. До этого рассматривалась возможность атаки нескольких других зданий федерального значения. Но одно из зданий, например, Маквей решил не атаковать, потому что увидел там цветочный магазин. И это его очень как-то тронуло, и он решил его не атаковать. К слову, детская комната, которая находилась в здании Альфреда Марры, его не смутила. И вот его он решил все-таки атаковать. Николс и Маквей также получили помощь от Майкла Фортье и его жены Лоис. Трое мужчин, Николс, Маквей и Фортье, все служили в армии и там и познакомились. Помощь Майкла заключалась в том, что он помогал перевозить оружие, а Лори делала поддельные документы. Кстати, существует версия, что Маквей до теракта участвовал в нескольких ограблениях банков. Якобы ему нужно было финансировать теракт, и именно таким образом он добывал деньги. 19 апреля 1995 года, во вторую годовщину пожара в Убейко, Маквей выполнил задуманное. Он аренновал грузовик Райдер под вымышленным именем и загрузил в него 7000 фунтов взрывчатки. Маквей спокойно позавтракал, затем подогнал грузовик к зданию, пожег фитиль и ушел. В 9.02 девятиэтажное здание было в руинах. Снесло практически половину здания. Погибло 19 детей, большинство из которых играли в детской комнате в здании. Среди погибших насчитывалось 8 сотрудников правоохранительных органов, 35 сотрудников департамента жилищного и городского строительства, 16 сотрудников управления соцобеспечения и еще более 80 человек, которые находились внутри здания в тот день. Всего жертвами стали 168 человек. Пострадало от взрыва и получило серьезные травмы еще 684 человека, которые находились рядом с федеральным зданием или внутри него. В то время, когда спасатели разбирали руины, Маквей уже бежал с места преступления и ехал на своей машине Mercury Marquis 77 года выпуска. Полтора часа спустя он был остановлен полицейским штата Оклахома в 75 милях от места взрыва за превышение скорости и вождение автомобиля без номерных знаков. Когда полицейский попросил Маквея выйти из машины, он заметил, что у парня есть оружие при себе. Маквей проследил за взглядом полицейского и сказал, что оружие заряжено. В ответ на это полицейский сказал, что его оружие тоже заряжено и арестовал Тимоти Маквея. В тот момент еще никто не знал о том, что Тимоти причастен к взрыву в Оклахома-Сити. Тимоти провел под арестом три дня и его должны были отпустить под залог. Но в течение этих трех дней ФБР вело расследование. Отследила грузовик Маквея через мотель, в котором он останавливался. Эскиз фоторобота Маквея был показан менеджеру мотеля и она опознала на снимке подозреваемого. Его идентифицировали как объект общенациональной охоты, а затем полицейские с удивлением обнаружили, что оказывается Маквея уже арестовали. 10 августа 1995 года Маквей был осужден по 11 федеральным пунктам, включая сговор с целью использования оружия массового поражения за разрушение с применением взрывчатых веществ и по 8 пунктам обвинения в убийстве первой степени за гибель сотрудников правоохранительных органов. Маквей поручил своим представителям, то есть своим адвокатам, придерживаться позиции, что Тимоти находился в неминуемой опасности со стороны правительства. Но это было неправдой и не имело под собой никаких весомых доказательств, поэтому адвокаты такой позиции придерживаться на суде не стали. 19 июня 1997 года сторона Маквея в суде проиграла и ему вынесли окончательный приговор – смертную казнь. Приговор не отменяет ту великую печаль, которую мы испытываем из-за взрыва в Оклахоме два года назад. Единственное, на что мы надеемся, что приговор предотвратит преступления подобного рода в будущем. Сообщники, которые помогали Маквею осуществить теракт, тоже были привлечены к ответственности. Николс сидит в тюрьме пожизненно. Он сидит в тюрьме ADX Florence Supermax во Флоренции, штат Колорадо. Супруги Фортье тоже были привлечены к ответственности. Майкл отсидел до 2006 года и после этого вышел. А Лоре предоставили иммунитет за дачу показаний. У публики, которая следила за развитием следствия, сложилось очень неоднозначное мнение о Маквея. Были люди, стоит сказать, что их было меньшинство, но все-таки они были. Они считали его героем, мучеником, который отказался терпеть несправедливость власти. Было даже несколько протестов, но все они были в основном направлены не в защиту Маквея, а за отмену смертной казни. Но все-таки большинство считало его убийцей. В момент ареста публика бесновалась и кричала ему вслед, что он дедоубийца. Я, конечно, в этой истории тоже считаю его злодеем. И что здесь самое страшное, на мой взгляд, это то, что когда психиатры проводили экспертизу, они не установили у него никаких таких серьезных психологических отклонений. Они отмечали затяжную депрессию, нарциссическое расстройство, но он абсолютно точно был вменяем, не находился ни под чьим влиянием, исходил из исключительно собственного мировоззрения. Вот что вызывает ужас. Вы можете себе представить, человек ни разу не раскаялся в содеянном. Он принес извинения тем, кто потерял любимых в Оклахома-сити. Но я вам сейчас прочитаю, как он их принес. Этим людям в Оклахоме, которые потеряли любимого человека, я приношу свои извинения. Но это происходит каждый день. Вы не первая мать, потерявшая ребенка. И не первая бабушка и дедушка, потерявшие внука или внучку. Это происходит каждый день где-то в мире. Я не собираюсь ходить в зал суда, сворачиваться в клубок и плакать только потому, что жертвы хотят, чтобы я это сделал. Тимоти Маквей в историю вошел как первый американец, который совершил массовый теракт против своих соотечественников. Вот что говорил Рой Киллс, чья жена Ли работала в здании и погибла во время взрыва. Я бы хотел, чтобы это был какой-то иностранный террорист, потому что я просто не хотел верить, что кто-то из американцев на это способен. Тимоти ожидал, что этот теракт, он станет началом революции. Что люди, которые услышат о теракте, услышат о Тимоти, о его мотивации. Они поднимутся вместе с ним, свергнут правительство. Но так не произошло. Трагедия, наоборот, сплотила население. И всех не покидала мысль, что насилием отвечать на насилие нельзя. В 1997 году, в тот самый год, когда Маквейл был вынесен приговор о казни, руины Оклахома-Сити были полностью снесены, и был установлен мемориал, посвященный жертвам взрыва. Среди его особенностей так называемые врата времени. Это два бронзовых щита с нанесенными на них временем бомбардировки и минутами до и после. И поле, состоящее из 168 пустых стульев, представляющих 168 человек, погибших во время бомбардировки. Единственная стена здания, которая осталась нетронута взрывом, была превращена в такую стену выживших, на которой выгравированы имена более 600 выживших после нападения. Очень трогательный монумент. Что касается заключения Маквея, в тюрьме он сидел в одиночной камере, в которой фактически проводил 23 часа в сутки, не разговаривал с другими заключенными. Один из немногих, с кем контактировал Маквей, был Тед Кочинский. Унобомбер знаменитый. Это бывший преподаватель математики, который рассылал самодельные бомбы по почте. Я про него снимала видео в ТикТоке, если что, можете найти его с такой обложкой. Маквей отмечал в интервью, что с Кочински они сошлись на одном общем желании в свободе жить своей собственной жизнью. Кочинский утверждал, что Маквей ему очень нравится как человек, и что, учитывая его социальные навыки, он просто не может не нравиться. Он признавался, что Маквей никогда не затрагивал в их разговорах тему взрыва в Глахома-Сити, и никогда не говорил, что он хотя бы чуть-чуть сожалеет о случившемся. Единственное, что он признавал откровенно, что армия его очень травмировала, сделала так, что он очень хорошо умел скрывать свои чувства и всегда быть на чеку и готовым к смерти. 11 июня 2001 года Тимоти Маквей был казнен путем смертельной инъекции в федеральном исправительном комплексе в штате Индиана. Его последним заявлением было написано от руки послание, заканчивающиеся строками «Я хозяин своей судьбы, я капитан своей души». Маквей в тот момент было 33 года. А ровно через три месяца происходит еще один теракт в Америке, про который вы наверняка все слышали, который унес в 17 раз больше жизни, чем теракт Маквея. Вот такая вот история. Очень хочу узнать ваше мнение по поводу всей ситуации, какие эмоции у вас вызывает Маквей, вызывает ли он хотя бы немного сочувствия или только злость. Потому что у меня скорее второе, я думаю, что вы слышите. Я считаю, что наказывать государство методом убийства невинных граждан это очень спорная затея. И еще раз хочется сказать, что насилием отвечать на насилие нельзя. На этом мой мини-марафон подходит к концу. Я рассказала вам три истории, которые все были связаны между собой, которые я хотела рассказать вам одну за другой. Спасибо вам большое, что вы смотрели. Если вдруг что-то пропустили, то скоро появятся ссылки. А еще я очень хотела бы сказать спасибо моей команде, без которой этого мини-марафона не случилось бы. Я очень долго работала над контентом одна, и я очень рада, что теперь вокруг меня появились люди, у которых точно так же горят глаза, и которые делают все, чтобы ролики на этом канале были лучше, качественнее и интереснее. Спасибо, спасибо, спасибо. Мой мини-марафон закончился, но я не уйду надолго. Совсем скоро я вернусь. Так что ставьте лайки, если вам понравился марафон, конкретно эта история. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые ролики. И подписывайтесь на мои другие соцсети. Я буду вас очень сильно ждать на своем втором канале, в Инстаграме, в ТикТоке. И я по-прежнему вас очень сильно люблю, целую и, конечно же, обнимаю. Берегите себя!